Выход из дома для жителей Наринмара стал целым испытанием. Весна подкралась неожиданно и буквально за пару дней в городе разлились целые реки. Коммунальщики работают в три смены. Подробнее о ситуации расскажет Елизавета Кабанова. Оттепель началась неожиданно. Несмотря на то, что снега выпало в разы меньше, чем в прошлом году, количество луж на дорогах и тротуарах не сократилось. Мини-озера есть как на центральных улицах Наринмара, так и в отдаленных дворах. Надо же убирать снег-то, но тут где-то на выходных убирали из парка. А что на улицах-то ведь надо зимой убирать, а не когда уже подводные лодки требуются. К сожалению, ситуация действительно ужасная. То есть дорожные рабочие ничего не делают. Но вот, допустим, вчера я видел, как лужу откачивали вот там вот, но этого недостаточно. И такая ситуация на улицах города каждый год, к сожалению. Надеемся и верим, что скоро все растает. И лужи высохнут. Раньше столько техники не было. Даже вот где жили, вот почта и вечный огонь, да, там вообще горы так снега были. Ну, как обычно мы на демонстрации сходились, да. В Харьверске там вообще тоже горы снега, а сейчас все-таки убирают. Ну, а то, что тает, то что сделаешь? Тает должно. Весна пришла. Чистый город бросил на уборку окружной столицы все свои силы. Наринмарцы признаются, что спецтехники на улицах стало больше. Но, тем не менее, луж меньше не стало. Сотрудники работают в три смены, обеспечивая непрерывную уборку города 24 часа в сутки. Также представлено более 25 единиц специализированных машин и вспомогательной техники. Быстрое снеготаяние, теплая погода и достаточно сильно промерзшая зима, у нас достаточно холодные были два месяца, не позволяет воде уходить, учитывая, что у нас нет ливневой канализации. Поэтому придется, придется нам всем немножко потерпеть. По крайней мере, я хотел бы сказать гражданам, что мы принести извинения, что мы не можем устранить быстро все последствия снеготаяния. Тем не менее, делают все возможное. Уборка снега и откачивание луж сейчас стоят в приоритете у работников чистого города. Если ситуация в вашем дворе оставляет желать лучшего, следует звонить в управляющую компанию. Сотрудники постараются исправить положение дел в кратчайшие сроки. Ну а пока резиновые сапоги станут нашими лучшими друзьями на ближайшие дни.